привет с начала видео я хотел бы поздравить всех женщин с праздником 8 марта всего самого и наилучшего и сегодня я хотел записать также видео наверное одно из самых тупых и никому не нужных воздушный шарик сделаем может быть даже и неправильно но хотя бы просто сделать это иногда бывает необходимо блупринт создаем actor пусть будет это у нас так так шарик да теперь мы заходим давайте компайл сюда на дефолтную мы поставим наш подарок какой-нибудь у меня есть моделька подарка так это у нас сейчас быстренько найдем так вот он гитбокс его мы сюда и поставим так выставим как дефолтная до рутовое значение и размер уменьшим тут она слишком большое пусть будет 03 наверно давайте посмотрим как это так 03 слишком большое пусть будет 01 проверяем так 01 тоже большое выставляем 0,05 так почему-то вроде было включено давайте посмотрим как это да что то и не уменьшается но окей можем конечно так уменьшить особо не важно будет теперь мы к этому шарику на веревочке прикрепим наш вот и мы к этой коробке прикрепим наш шарик на веревочке давайте создадим необходимая вещь это сам шарик пусть будет да у нас тоже так пройдем где у нас шарик статик меш ставим его сюда статик меш давайте это будет шар называться теперь 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 на шар накинем кэбель 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 окей кэбель у нас есть шар давайте посмотрим выставим его повыше видите у нас у кабеля начальное значение сразу ставится в равном шару да ну а конечное мы будем настраивать на коробочке здесь вот вот настройка пусть будет нулевое значение и мы можем регулировать как нам необходимо но сейчас это чуть чуть позже давайте посмотрим что у нас а я просто коробку закинул я думаю что у меня все я понял все я понял что я неправильно сделал так окей изменяем настройки давайте 0,3 ну в принципе уже более-менее коробочка нормального размера так теперь мы кабель шар теперь нам необходимо будет уменьшить размер самой веревки в данном случае это у нас толщина кабель вив да вот уменьшаем как нам необходимо пусть это будет единица также мы можем уменьшить длину данного кабеля пусть будет 50 в среднем я здесь не знаю сколько а количество сегментов это по так скажем диаметру мы здесь особо то и не видим да но здесь а он как бы 10 ячеечек граней если мы поставим 2 он будет такой плоский вот ну квадрат а нет это подождите это и сегментов это у нас кабель длина это сегментированная длина вот 4 это у нас как раз таки вот квадрат ведь будет шестигранник это не особо важно если у вас конечно не слить слишком много таких шариков будет это просто прибавит количество полигонов лишних так давайте сместим немножко сам кабель пусть будет давайте на единицу и сюда на единицу и уже более менее как будто бы сбоку заходит и здесь уже что-то можно придумать так solvent итерейшн это у нас жесткость нашего кабеля ну мы здесь особо то ее не почувствуем ну давайте выставим два три пять ну здесь уже неважно посмотрите как это будет работать так ну здесь у нас типы из центра коробочки тоже регулировать особо и не будем но если мы как бы зайдем в мир да то есть это у нас все ну кабели естественно у нас без коллизий шарик у нас просто висит в воздухе давайте ему уменьшим так выставим в 10 окей нормально ну и шарик чуть-чуть опустим думаю нормально будет шикарно теперь для этого шарика нам необходимо выставить коллизию коллизия так коллизия коллизия нам надо сначала проверить существует ли она вообще в этом шарике simple collision не существует надо ее создать давайте создадим коллизию можем сферу можем сделать комплекс collision так зачем давайте римов коллижен еще раз создадим так почему то либо коллизию создал и я ее просто не вижу да коллизию создал я ее просто не вижу я думаю кто это такое почему она не создается окей коллизия есть все отлично теперь нам необходимо так это можем хотя мы не можем закрыть открываем static mesh нам необходимо сокет он нам нужен будет чуть позже поймете для чего создаем сокет дополнительный если у вас нету таких получается окошек да вы здесь уже добавите здесь вот socket manager details то есть если вдруг что-то потерялось сокет будет называться сокет это тоже нам не важно мы просто его выставим чуть чуть ниже вот здесь ну то есть вот таком формате как будто бы чуть 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 снижено это для того чтобы мы сюда прикрепили нашу веревочку в данном случае все с шаром мы закончили теперь мы наш шар даем симуляцию физики и получается мы можем дать также массу это кстати от массы тоже скорее всего будет какие-то проблемы работать так что здесь уже поиграйте значениями так ну и все остальное нам особо ничего не нужно кабель мы настроили но кроме того что нам необходимо дать конечный компонент да мы мы его зададим как бокс наш да это вот этот просто скопируем given box так и получается что нам необходимо так здесь у нас все отлично если мы подадим симуляцию у нас шарик то упал нам необходимо дать ему плачок вверх давайте переходим иван граф берем на begin play так это мы удаляем мы не будем пользоваться тиком мы просто создадим custom event на котором мы будем выполнять какие-то действия пусть это будет вверх называться данном случае сейчас создаем некоторые действия так симуляция у нас уже стоит нам она и не нужно прописывать здесь пишем set таймер получается это наш таймер который будет запускать какой-нибудь event пусть будет напишем custom event пусть будет go время выполнения каждые 10 миллисекунд залупим его то есть будет повторяться у нас бесконечно пока мы его не остановим в какой-то момент ну и нашему шару мы подаем толчок это у нас пусть будет add force значение да и нам необходимо вектор вектором мы будем подавать это у нас up get up get up вектор либо get actor up вектор в данном случае это будет правильнее потому что у нас вектор как говорится будет стоять на земле и у нас вектор будет направлен вверх и дальше мы должны уже умножить на какое-то значение чтобы подать силу данного вектора пусть это будет не знаю давайте пусть будет 1000 и подаем во force мы можем сделать переменную это у нас пусть будет scale откроем ее значение да то есть чтобы мы могли уже настраивать если мы выделяем наш элемент здесь вот scale как раз таки уже у нас появился 1000 так и выставляем вот это на begin play давайте проверим как отрабатывает она все отлично полетела только лишь кабель и у нас становится длинным и будто бы запустил в космос теперь значит нам необходимо так но 1000 это много как вы видели он быстренько полетел давайте исправим это выставим в 500 может быть если что подкорректируем и и теперь нам нужно получается на этот шар подать удерживающую силу пусть это будет у нас физический физический констрейнт так physical констрейнт выставляем ему настройки такие чтобы так компонентные это у нас была коробочка да то есть мы первые которые держащий компонент выставляем сюда пишем gift box и шар мы тоже копируем это у нас будет уже на удерживаем элементе что нам необходимо здесь проверить что у нас linear limit заблокирован а angular limit ну можем освободить да полностью все на это на free поставить ну можем залимитить какие-то определенные но здесь уже сами поиграете я этим пока заморачиваться не буду если вдруг тут уже сами посмотрите теперь мы уже все это сделали и вроде как отлично теперь проверяем он уже не полетел так но окей уже шатается естественно у нас веревочкой не гнется но это уже какая-то хоть симуляция настоящего шарика который куда-то вечно стремится в данном случае вверх пытается но силы его чуть-чуть искреняет что мы можем сделать мы можем освобождать вдруг то есть если необходимо там создать такую штуку которую вы допустим стреляете из автомата кабель ну кабель естественно вы не сможете ничего сделать нормально у него проблема с коллизией да то есть он не сможет ваш нормально принять line trace так и давайте сделаем на попадание в коробочку переходим нашего персонажа так у меня здесь есть логика нажатие на левую клавишу мыши это у нас будет обычный line trace ну либо данном случае сфер трейс можем сделать сфер трейс давайте бойчай но теперь нам необходимо взять нашу камеру полу камеру так это у нас get world location то есть мы определяем где наш находится наша камера это будет стартовая точка откуда пойдет trace далее у нас forward так forward вектор то есть куда направлена камера у нас будет даем значение необходимое с умножением на load и мы делаем длину ну пусть будет полторы тысячи здесь уже тоже вам необходимо играться под вашего персонажа если вдруг складываем и это у нас будет конечная точка так игнорирование давайте поставим это будет make array выставим игнорирование это нашего персонажа self дебаггинг пока выставим да на duration каждый раз когда мы будем кликать у нас будет показываться наш сфер трейс единственное забыл я написать радиус пусть будет пятерка вроде достаточно нормальный ставим сюда branch подключаем результ валью из хита вытаскиваем break далее нам необходимо определить до данном случае просто мы можем конечно делать по слишком умному интерфейсами но давайте сделаем по тупому просто закастимся проверкой проверкой кастом кастом так ac bounce то есть мы проверяем что это у нас шарик и если мы попадаем get так get эгив вроде как он называется то там так наверное из этого get эгив бокс это мы проверяем что мы попали нашу коробку делаем сравнение эквел хит компонент то есть мы попали в этот компонент то да мы ставим branch и выполняем действие какое же мы действие будем выполнять естественно нам необходимо его добавить давайте создадим кастом event это у нас будет не знаю какой нибудь гуа то есть при попадании мы выполняем эту функцию и нам необходимо здесь всего лишь разрушить наш физический constraint ну а также решить проблему с кабелем который будет определенно как-то где-то цепляться так вытаскиваем давайте сначала с кабеля начнем это кабель пусть будет set так мы находим name end location то есть нам необходимо так это у нас это у нас а вот set attach end 2 компонент вот вот этот нам необходим то есть мы сюда должны подать к чему мы должны прикрепиться нашим кабелем данном случае мы прикрепим его к шару ну и наш это конечный элемент как вы помните у нас кабель конечным или элементом является коробочка мы сейчас переключаем что является шар и также мы задаем наш сокет которым мы создавали в нашем шарике как вы помните он чуть чуть ниже стоял мы его назвали сокет так и его и не сюда и прописываем ну и далее мы разбираемся с физическим констрейн там просто давайте destroy компонент я думаю так должно вытянуть и проверим что вообще как и работает так везде сохраняем а но и здесь нам необходимо вызвать нашу нашу функцию так все вроде бы все верно да давайте проверять ой так мы чуть-чуть ошиблись у нас проверочка так проверим наш кабель стартовая локация так может быть из-за физического констрейнта он чуть-чуть у нас не там стоял еще раз проверяю не совсем так давайте попробуем выставить чуть-чуть по-другому так здесь у нас вроде все верно кабель выставили а энт локейшн убираем его потому что мы уже прописали нашу коробочку то есть энт локейшн будет по нулям давайте проверим давайте прыгнем на шарик все понял физический констрейнт надо сделать как бы у нас и сместить его коробочки давайте вот так выставим можно даже чуть-чуть вот сюда приподнять так но да он слишком низко опустился хотя мы вроде его приподняли она здесь в общем он определяет стартовую точку и и не считывает вот то что мы здесь выставляем из-за этого немножечко проблемки и появляются но окей пусть будет так мы можем можем конечно коробочка сместить но в так как она у нас является рутовым компонентом да мы ее опустить не сможем давайте проверим как стреляет и все отлично и шарик у нас полетел также вы можете сделать проверку допустим вот сейчас он далеко находится получается что так переходим шарик каждое миллисекунду проверяем давайте get actor так как у нас коробочка не двигается она является рутовым да то есть мы считываем где находится у нас наш actor get actor location у нас шар давайте get world location нашего шара просто вычислим distance vector то есть если наш диск нашей дистанции вектора будет равняться представим что сначала проверим на 5000 это будет низко он просто исчезнет или еще что-то сделает так выставим branch давайте ну и да и шар или нет просто давайте хотя давайте шар дестрой компонент сделаем шар и кабель потому что кабель у нас там тоже вылетает все если у нас длина дистанции превысит 5000 у нас шар уничтожится и кабель тоже давайте проверять и где-то вот все уничтожилось отлично но коробочка осталось все отлично значит у вас элемент который удерживает остается а то что необходимо уничтожается сейчас проверим чем проблема а он естественно пытается нам дальше гнать наш таймер ну для этого мы просто берем переменную таймера войти это будет таймер гол называться переменную создали и когда мы до строим да давайте давайте мы наш таймер останавливаем пусть будет это clear и далее мы до строим наш шарик и веревочку проверяем все отлично завершаем и ошибок никаких нету я думаю это было веселое но никому не нужны видео так что тех еще раз с праздником и до скорой встречи всем пока и и и и и и и и и